Приветствую вас, рассказик. Наверное, самое страшное смотреть, как плачут дети. Но куда более страшно смотреть, когда плачут старики. Анна Филипповна сидела на довольно старой табуретке. И было видно, что она с последних сил сдерживается, чтобы не заплакать. Даже нет. Знаете, наверное, более уместно было бы сказать слово «голосить». Бабы глосят. Именно так бабы рыдают и глосят, когда отправляют мужиков на войну, когда хоронят. И было видно, что Анна Филипповна на последнем пределе. Но даже если бы она разрыдалась, то никто бы ее не услышал. Она сидела в прихожей. И в прихожей она была одна. И одна была в квартире. Так что ее слезы никто бы не видел. И ее рыдали. Конечно, если бы вы посмотрели эту прихожую, то, наверное, вы сказали по обоим, по мебели. Последний раз сделали ремонт во времена развитого социализма. А на дворе давно уже был развитой капитализм. Обои уже давно и выцвели, и в некоторых местах подрывались. Ой, мебель. Такую мебель давно никто не делает. Это вообще непонятно, как она выжила. По углам прихожей. Вообще интересно, почему в старых квартирах или у старых людей очень часто, очень много по углам русовано вещей. И здесь тоже с нами. Но вещей, которые абсолютно непонятно для чего начнут. Судите сами. В одном углу стояли лыжи, которые, наверное, когда-то назывались то ли спор, то ли стрела. Наверное, последний раз им пользовались, ну, как минимум, полвека назад. То есть за это время они, то что высохли, они скрывились до невероятности. Почему они там не стояли, для чего, я думаю, никто бы не понял. Какой-то рулон старого линолеума. Ближе к дверям вообще была полочка, и на полочке стоял телефон. Диском. Вот телефон с диском набор. Им давно уже не пользовались, и пыль уже не то слово припала. Такое было чувство, что если сейчас ты тронешь его, то он сам рассыпал. На вешалке висели пальто, плащ, какая-то курточка, какой-то пинжак. Явно из той эпохи. Было видно, что они ужасно старые, ужасно изношенные. Да, там лежал типа коврик. Ну, наверное, когда-то там даже узор был, но сейчас уже давно превратился просто в коврик. Без узора. Вот в этой прихожей сидела Анна Филипповна. Держала в руках свой сапог. Честно говоря, если бы кто-то увидел это или узнал, почему такое горе Анны Филипповны, я думаю, не все бы это поняли. Ну, в всяком случае, какой-то мажор или баланс судьбы, который только что вышел из ресторана Оранжерея или Сафари. Ну, вообще бы я не понял, чего, что, какая-то трагедия, где? Может быть, подружки Анны Филипповны поняли. Или, или вы поняли. Но по лицу Анны Филипповны было понятно, что у нее большое горе, ужасное. Такое горе, которое даже бывает в жизни, его не ожидаешь, оно появляется. И оно действительно, в горе, ужасное. Может, действительно стоит поплакать. Но слезы, как известно, не помогут. Сапог, который держала Анна Филипповна, она когда-то купила ее в секонд-хенде, и пару лет более-менее нормально было. А потом началась подошва отлетать. Когда был еще, жил Степаныч, царство небесное, он хороший мужик, будочка на бульваре стояла. И Анна Филипповна ему носила обувь. Он постоянно клялся, что этот хлам брать не будет, ремонтировать не будет, но брал и ремонтировал. А самое главное, брал по-божески. То есть, понимая то, что Анна Филипповна уже пенсионер, тем более пенсионер с большим стажем, и может себе позволить только такую обувь, по этой причине Степаныч уходил в положение. Но его не стало. А новые ремонтники или брать не хотят, или такую цену бросят, что Анна Филипповна понимает, что нет, это не рано. Поэтому она сама пыталась ремонтировать свой сапог, подклеивала клей моментом. Что это за ремонт? И вот, ей позарез, позарез, сейчас надо пойти, она взяла сапог, подошву открыла. А на улице осень, дождь, довольно холодно, мерзко. Пойти в таком сапоге, это то же самое, что пойти в боссе. Тут действительно что? Ну как тут не заплакать? Как тут не заплакать, когда Анна Филипповна этого дня ждала, ну, почти две недели. Сегодня пятница. И Анне Филипповне, во что бы то ни стало, надо обязательно успеть гипермаркет. Там, в одном гипермаркете, по пятницам как раз оценяют продукты, ну, те, которые уже срок реализации близко. Но Анна Филипповна знала, что надо успеть к трем. Как раз в это время, тут, что называется, больше всего ее ставят. Ешь, что взять. Придешь позже, уже ни черта не будет. Все поразгребай. И вот Анна Филипповна, во что бы то ни стало, надо было попасть. Очень попасть. Она ждала, ждала этой пятницы, этой времени. Ну, как же ей теперь попасть? Ну, не босиком. Ну, как же? В чем в начале, когда она вышла на пенсию? Ну, честно говоря, все-таки она надеялась. Когда все без говорили, что вот если добавить эту справочку, то больше будет пенсии. Она бежала, брала справки, стояла в очередях. Ходила по всем этим чиновникам, чиновницам, так выпрашивала, умоляла. Но потом, в конце концов, поняла, что это все мало помогает. Не, не, действительно добавляли. Где-то 10 гривен, где-то 12. И хотя ее пенсия в глазах некоторых ее подружек и друзей, тоже таких пенсионеров, считалась очень большой, действительно, была ужасно маленькая. Ну, сам я подумал, 2624 гривен. Разве это день? Ну, правда, в некоторых и того меньше. Тут, понимаете, какая еще ситуация. Анна Филипповна, конечно, понимала, что надо жить экономно и максимально старалась. И можно только сэкономить. Она знала фактически все более-менее магазины, где реально, действительно продаются скидки. Вот это гипермаркет знала. И то, что там продаются скидки. И что там бывало. Ей даже в некоторых случаях везло. Недавно, пару недель назад, она купила только яиц, которые вроде бы как бы просрочены. Нормально. И теперь у нее каждый день было по яичку. Она ее варила и кушала, потому что купить это было сложно. Базар она знала как свой. У нее были как бы продавцы, знакомые, которые, ну, по-дружески. Аня Филипповна продавали скидки. Ну, насколько это возможно. Анна Филипповна, если покупала мясо, то чаще всего это были суповые наборы. Бывало, бывало и действительно удача. Она приходила на базар в мясной ряд под конец, а там уже, ну, что-то оставалось. И просила продавцов, дайте мне мою сумму. Ну, чаще всего, что она могла. Ну, 40, 30, 50. Ну, дайте мне на это. Ну, и некоторые действительно, ну, понятно, какие-то остатки, что-то обрезки. Ну, давали, давали. Но в последнее время то ли люди жестче стали, то ли цены так живут. Очень часто ей на базаре даже отвечали, извини, матушка, на твои деньги ничего нет. А где же ей больше взять-то? Она и так экономила на чем могла, старалась, если можно, купить овощи, если вот можно купить молочком, опять же, с этим, муценками, заценками. Потом, если была ярмарка и продавали картошку, она обязательно ходила, искала, смотрела, где-то договаривалась, покупала мешок, ну, если цена такая была, просила молодого человека, какого-то, чтобы помог все-таки донести домой. Этот мешок она старалась растянуть, ну, месяц-то на четыре, а то и на пять, потому что покупала она еще и крупы, но, опять же, где-то такое подешевле. С хлебом мне немножко нашла, нашла. Там точка была на базаре, ну, хлеб на ларек, и хорошая, хорошая там была продавщица, вот тот хлеб, который не продавали, ну, который возвращать там на хлебзавод надо, она продавала Анне Филипповне, ну, за полцены, уже когда он действительно был, за полцены, ладно уже там. И она подходила, спрашивала, нет ли, так что с хлебушком кое-как. С хлебушком кое-как. Но тут такая вышла проблема. Анна Филипповна есть внученька, тоже называет Аня, назвали в честь бабушки, Аня маленькая. И вот на следующий месяц будет день рождения, шесть лет, и очень хотелось Анне Филипповне своей внученьке подарить плюшевого мишку. У подружки внученьки то пришла в детский садик, принесла мишку. Ну, понятно, что вы хотите, ребенок, я тоже хочу и так дальше. Купить такого, конечно, бабушка посмотрела в магазине, да, нет, цена такая. Но она, правда, на базаре возле детского мира нашла, ну, где-то похожего, такого мишку. тоже цена у нее одна внучка, тащи Анечка, и она бабушка. По этой причине она начала свои пенсии откладывать, откладывать, чтобы купить внученьке мишку. А мной ли откладываешь? Да, ей-то, конечно, субсидию платят. Субсидию ЖКХ платят. Но все равно уходит много. Не, в начале, в начале, когда платили, было хорошо. Были даже пару месяцев, когда вообще можно было за коммуналку не платить. А сейчас субсидия такая маленькая, что она не спасает. Она помнит, как ей еще Сергей Петрович, ну, это пенсионер соседнего дома, как-то говорил, ваши европейцы вас доведут, что вся пенсия на коммуналку пойдет. И, скорее всего, наверное, так и будет. Потому что летом еще кое-как, а зимой, ой, боже. Это, конечно, смешно, взрослая женщина, Манна Филипповна, когда ей надо было забрать платежку, она, честное слово, боялась. Она, как ребенок, пугалась идти до почтового ящика забирать платежку. Потому что ей страшно было посмотреть, какая там цифра. А ее еще, что называется, напугали, что если не дай Боже, не заплатишь коммуналку вовремя, субсидию забрел. Так что понятное дело, когда только она получала пенсию, первонаперво бежала платить коммуналку, потом, ой, потом там что там оставалось. На картошку, на косточки, ну и дай Боже там поклужить внученьки на подарок. Но месяца два назад прихватила ее. Старый человек болеет часто, Анна Филипповна, уже далеко не молода. По этой причине вначале, когда ее прихватила, она все-таки пыталась там народным истресным полечиться, но поняла никак. Пришлось идти в аптеку. А в аптеку это, это, хотя у нее скидка была как пенсионера 5%, и карточка, что ей там скидка от аптеки, все было. Но ей пришлось взять денег из подарочных для внученики. Ой, как она не хотела. но прошло. А теперь она решилась экономить, чтобы хоть компенсировать, чтобы все-таки хватило, хватило денег, чтобы купить внученьке эту мишку. мишку. А тут как назло, ну, вообще закончилось масло. Ну, вообще нет. Пол пачки маргарина, все что есть. пацаны, масло там вообще на донышку. Сало, да не, не. Это наверное, никто и не понял, но она хорошо помнила, Анна Филипп, что последний раз она покупала тушенку два водонавета. Ей даже по ночам снилось, как она открывает банку тушенки и накладывает кашу. Но сколько она не ходила, не смотрела, не, не подняет. Если она сейчас позволит себе тушенку, то никак. По этой причине, ну, последние дни она вообще варила, как бы, кашу на воде. Вот по этой причине очень-очень-очень надо в этот гипермаркет. Продавщицы говорили, что скорее всего будет масло там, у них уже все сроки вышли, сейчас уценили. И она хотела хоть пачечку, пачечку маслица купить со скидкой. Почему ей надо? Сейчас, если не успеет, не будет маслица, не будет, не купит она его, разберут. Ее же подружки разберут. А купить по этой цене, да, значит, не будет денег на подарок внученьке. Ну, как тут не заплакать? Как тут не зарыдать? Как тут не... Если такую мелочь и никак просто никак. Да, вот так вот живет, человек живет, все же сработает, надеется на лучшее, приходит такое время, и сидит старая женщина, ой, довольно старой кофте, даже сложно сказать, какой юбки, прихожей своей старой квартиры с порватым сапогом и уже готова плакать. И потому, что жизнь такая, и потому, что судьба такая, и потому, что... ну как же так? Ну как же так могло быть? Есть такие разговоры, что когда человек умирает, у него перед глазами промелькает вся жизнь. Не, Анна Филипповна не умирала, она просто хотела порыдать или даже вообще не знает, что делать. Наверное, если бы жизнь промелькнула перед глазами Анны Филипповны, то скорее всего она вспомнила молодую, симпатичную девушку, тогда еще с длинной косой, которая приехала в свое село был хороший повод. У деда Репки внучка замуж выходила. Ну, там, понимаете, праздник на все село. А тут приезжает Анечка, тогда молодая девушка. Ее сельские подружки все обзавидовались. Как-никак, они тут навоз месяц на коровнике, она в городе учится, в педагогическом училище. Повезло, повезло. В глазах ее подружек ей очень повезло. Ну, скажем так, все ее подружки были ненакрашенными ногтями, даже они не догадывались, что это такое. Куда-то с этим навозом грязи вот это. А Ванечке ногти были накрашены. По-городскому. Ну, так что обзавидовались. На этой свадьбе она и познакомилась с Колей, парень в соседней деревне. Ну, как познакомились с молодыми людьми. Да, сами понимаете. Что значит свадьба? Как же на свадьбе не выпить за молодых? Ну, выпили, конечно, потанцевали. Коля, эх, веселый, озорной. Весь всю свадьбу смеялись, драчились, веселились. Аня заливалась смехом. Ну, после этой встречи еще пару раз они с Колей встречались, когда Аня приезжала в свое село на выходные. Ну, как вы понимаете, в селе сразу пошли разговоры, жених и невеста. Честно говоря, ну, Аню Коли, конечно, забавлял, тем более, когда выпьет. Ох, или хаймалы. Ну, сказать бы, что какая-то там пробежала искра, или глаза напротив, или томное сердце. Да не было ничего этого. Ну, Коля, как Коля, ну, сосед, парень, в Киеве работает на стройке. Он закончил строительный техникум, ну, и трудится. Она учится на учительницу младших классов. Ну, почему бы нет, хорошая профессия для девушки. А потом, а потом был Новый год. На Новый год подружки Ани, друзья Коля, вообще молодежь, решили отметить как следует, без стариков. Потому что эти старики, ну, это такая зануда. Они как сядут, как начнут вспоминать. Так что они себе выговори хатку. Ну, девушки принесли, как положено, еды побольше, все-таки, Новый год праздновать. Мужики самогона принесли. И как отметили Новый год, о, знай наших, знай наших, гуляли, боже. Ну, так гуляют всегда молодые люди. Да, то они молодые. Месяца через три Аня поняла, что она беременна. Встретила Колю, сказала, Коля, в отказ, не я, никто, не был, не сбыл, ничего. Ну, она знала, что как раз он и чего. Так что набралась она храбрости, поговорила со своей мамой. Мама рассказала отцу, ой, матюкался отец. У Айру Аст. Но вместе с мамой поехали до родителей Коли. Ну, а через месяц была свадьба. Ну, знаете, они так порешали, давай побыстрее, чтобы, ну, невеста не очень-то была в положении. садыки. Так что, Аня и Коля поживили. Потом родилась доченька, которую назвали Люда. Вообще, непонятно, че это, Коля брекался. Ну, пока он был не женат, он жил в общежитии на койко-место. Как только у него появилась жена, да еще маленький ребенок, ему, как уже семейному, дали комнату в семейном общежитии. Да, там общая кухня, санузел, но комната, это ж не койко-место. Мало того, поставили в очередь на получение квартиры. Мало того, это же семья, тем более, с ребенком. Положено, то не то слово. Так что, напрасно, ой, напрасно. Благодаря Ане, благодаря Людочке, он все-таки мог теперь рассчитывать на квартиру в Киеве. Хотя он и строитель был, ну, что-то квартиры как-то плохо давали. Квартиры-то не строили, но перепадали строителям нередко. Но ничего, ничего. Когда уже Гик Людочка пошла в четвертый класс школы, квартиру им дали двухкомнатную, тогда это называли хрущевка улучшенной планировки. Ну, действительно, надо дать должное, если у остальных кухня была четыре с половиной метра, тут было пять метров. Комната изолированная. Ну, прихожая более-менее такая нормальная, не очень такая. Санузель раздельный, но, что самое хорошо, лоджия. Вместо балкона лоджия. Так что, взяли расстрочку, купили мебель, телевизор, жизнь наладила. Людочка подрастала, квартира есть, та же комната для Людочки. Ну, скажем так, Коли неплохой малый. И, вообще-то, не вся сказать, что он там бездельник или это. Он уже, в общем-то, дослужился до мастера, у него починение аж двоей бригады было. Та и сам по себе такой неплохой, если надо там гость забить, то приглашать не надо, или кран починить, это всегда Коля, это без проблем. В тот самый момент, конечно, был, был у него грешок. Любил он, любил, ну, хорошую рюмочку, хорошую закусочку. Причем, когда выпьет, он веселей стал, балагур. Ну, чего грех тратить. Бывали случаи, когда приходится работать, ну, Аня, видишь, что, ну, 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 никакой. Она им в рюмочку, раз, и Коля жил, и Коля жил. Было, было. А потом, кто его знает, может, действительно, когда они жили в общежитии, как-то Коля это сдерживала, ну, соседи, все шляпят, а когда начали жить в квартире, то уже, вроде бы, за дверями, ну, начал Коля часть там. Стаканчик, рюмочка, а там и друзья. Ну, дошло до того, что Аня даже его перевстречала, чтобы зарплату забрать. Ну, что был случай, когда он приходил домой, получившись зарплату, а там уже ничего нет. Ну, это мало спасало. Когда она забирала у него зарплату, проходил день-другой, он устраивал скандал, приблизительно с таким криком, что та Людочка, та Анечка, у него тут на шее сидят, а на работяга, все тянет, они бездельники, и вообще, ну, и кончалось тем, что надо было ему давать поправить. То, что села там завозил самогон электронными банками, это тоже не хватало. Это не хватало. Рвались много, часто, доходило, милицию вызывало, вызывало. Был даже случай, когда, когда даже забрали Колю, но потом, правда, отпустили. Аня все-таки не стерпела, предложила Коле расстаться. И тут куда-то. Никак он, никак он не хотел оставить квартиру ребенку. Крык, истерика, я работяга, вы тут захватили меня. и вот в один из таких пьяных дебошев разошелся. Аня вызвала милицию, приехала милиция, ну, забрала, там же он очень уже шел. А дальше, а дальше, да что дальше? А что было? Взяла в налюдочку, пошли в поликлинику, сняли побои. Там, конечно, сложно сказать. Может, действительно по пьяни где-то папой зацепил, а может, в этом крыке, в этом пьющейся посуде что-то и так просто. Потом убежала соседок, ну, некоторые соседки с пониманием отнеслись до Ани, подписали заявление. И он, а это в милицию, в суд. Ну, как вы поняли, суд, конечно, встал на сторону и Ани, и дочке. Квартиру оставили за ними. Развод, конечно, дали. А Коля отправили на принудительное лечение от алкоголизма. Что было дальше с Колей они точно не помнят. Да, попал человек в дурку, то считаешь, пропал. А Людочка выросла, ну, не все, что ремень ребенка. у нее тоже появился молодой человек. И надо же в таком несчастье случиться. Ну, как, как дочка могла найти такого мерзанца? Ну, как дочка могла найти такую сволочь этого зяня? Ну, это просто вообще! Вначале пытались не жить, тем более маленький ребенок, Люда, Анечка, зять. Каждый день скандал до скандала. Зять еще начал дочку настраивать против мамы. Аня пыталась объяснить дочери, что наоборот надо за мамой быть, а не за этим. Но не получалось. Причем скандалы были ну, просто невероятные. Она этому зятьку говорит, ты, бездельник, иди работать на завод. Все мужики на заводе пашут. А ты чем занимаешься? Что это за работа? Кондиционеры чинить. там фирмочкой кондиционер чинить. Ну, что это за работа? Ну, где это видано, чтобы работать в фирме, которая кондиционер устанавливает и ремонтирует? На завод надо идти, на завод. Там работает рабочий. Бездельник, бездельник этот зять. Бездельник запудрил мозги моей дочери. Вот такие мерзавцы всегда находятся. Людочка, скажем так, школа закончила. Даже пыталась как мама поступать в педучилище, не получилось. конечным итогом поступила в колледж дизайна и шитя, бывший техникум. Закончила, даже швею поработала, да, поработала, но правда недолго. А сейчас она работает в офисе. Ну, типа, как бы какой-то back офисе. Что-то там бумажки какие-то она там оформляет, что-то делает. Вот был бы зять нормальный, дочь бы дома сидела с ребенком. А так, ребенка в саде, жена на работу, он на работу, ну что это? Ну разве это, разве это жизнь? Ну, Анна Филипповна, ну, скажем так, ну, пока Людочка была маленькая, да, она в декрете посидела, в том, когда уже подросла, она пошла работать в детский садик, ну, чтобы за Людочкой просмотреть и потом, когда Людочка пошла в первый класс, она перешла на работу в школу. А потом, ну, потом уже и Людочка сама училась. Вообще, по большому счету, когда Анна Филипповна пошла еще в садик работать, она уже поняла, что немножко она ошиблась в своей профессии. это не для нее. Нет, одно дело, когда собственная дочка, да, да, но с этим детьми это повесится. Крык, гал, постоянно, но это не у нас нет. Так что, если бы дочь, она бы не стерпела. Уже даже, когда в школе она начала работать в младших классах, еще как-то, более-менее, когда Людочка нормально. Что касается других дедок, ой, не, 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 с этим не пойдет. Доходило, родители приходили жаловаться на Наню Филипповну. Дети не слушались. Директриса вызывала, пыталась объяснить, что нельзя так детей наказывать, что кричать на их нельзя, обзывать нельзя, линейкой бить нельзя. Как нельзя, если он такой мерзавец? Ну, как, может, нельзя? Нет, вот, доченька моя другой. А эти мерзавцы только умеют кричать и по головам бегать. Так, какие это дети, это вообще... Нет, детей она не любила. Так что, по этой причине, когда она написала заявление, что она уходит со школы, и директриса, и зауч перехрестились. Ей Бог. Она пришла работать в району. Методист. И, по большому счету, ей понравилось. Почему? А детей нет. Там бумажки. Одну бумажку, вторую, третью, проще. Ну, что, писал какие-то отчеты, ходил на совещания, семинары, закончил институт повышения квалификации. Да, закончил. А как же, ну. И трудилась там изо дня в день аж до самой пенсии. Карьеру не сделала. А зачем? Ну, она же не карьеристка какая-то, давай что. Она настоящая советская женщина, трудящаяся, она работала. Ну, что она там, какая-то карьеристка, что ли? Нет, нет. Она трудилась. Там даже был такой случай, в суседнем району вакансия появилась, ну, такая, как бы, немножко повыше, хоть какой-то, но начальник, все-таки, завод дела и просто методист, две башера. И начальник району Анну Филиппуну приглашал. Он с ней на семинаре познакомился, ну, и посчитал, что, причем, неплохая женщина справится. Анна Филиппуна подумала, ну, это ж, это ж в этот район надо ж ездить, потому что, где она работала, почти рядом возле дома, две остановки трамвая. А тут, туда надо ехать, это считай, там, на метро, да еще, ногами-то. Не, не согласилась. Сталась она работать в своем районе, так до пенсии доработала. Так, на пенсию она ушла из должности методиста. Ну, и сейчас уже, ой, долго ж она уже на пенсии, ой, долго. Ну, скажем так, Людочка долго держалась, все-таки мало. дай, ну, ну, это все зять, это он, это зять, это зять, мерзавец, уговорил Людочку переехать на квартиру. Ну, снять квартиру в Киеве, ну, и было сложновато. Ну, они в соседнем городишке, недалеко возле Киева, нашли одну какую-то квартиру, ну, понятно, так, скромненько, но сняли. Там, что хорошо, недалеко электричка, так что на электричке как раз Киеве на работу и Анечку в детский садик завести можно. Ну, если с садиком были какие-то нелады, конечно, бабушки Анечку пригласили, надо же было как-то. Да и Люда так старалась проезжать, несколько раз поднимала беседу. Мам, давай все-таки продадим квартиру? Тут какая ситуация? Когда квартиру это давали, да, это было черта на куличик. А сейчас это место, прилегающее к центру Киева. Разрос. Ну, конечно, квартира не супер, но в принципе неплохая. Окна выходят во двор. действительно недалеко, как говорится, до всех этих коммуникаций. Людечка очень просила маму. Мам, давай продадим, купим тебе одну комнату себе. Если надо будет деньги доложить, ну, мы возьмем кредит на себя, рассчитай. Анна Филипповна ни в какую, ни за что. Это все зять. Это все зять, я знаю, это мерзавец. Он смерти хочет ее. Только смерти. По этой причине дочь настраивает. Нет. Никогда. Так, как так можно. Чтобы со своей квартиры наоборот люди говорят, брось ты этого мерзавца, брось. возвращайся в квартиру с Анечкой и будем вместе жить. Не надо тебе отмерзать, не надо. Набросать этого мерзавца Людочка не хотела. Так что жили не в порость. И вот Анна Филипповна сидела в своей прихожей и практически рыдала. из-за сапога, из-за маслица, из-за того, что внучка не может купить подарок, потому что зять мерзавец, потому что муж алкаш, который черт знает, где делся, и слава Бог, то, что жизнь прошла так, непутево, и потому что так все ужасно. на минуту через десять все-таки Анна Филипповна вышла с дома, она нашла кусочек проволоки и, что называется, сверху закрутила. Конечно, если бы кто-то увидел, подумал, что так какая че это че обращать внимание. Она поехала на масло. Все, рассказ закончилось. так, что так, не так, Продолжение следует...